Вся мировая история Психологи бы вам предложили целый ряд классификаций лидеров Ситуативный или универсальный, деловой или интуитивный, формальный или неформальный и так далее И пояснение по каждому способу лидерства И не только по способу, а по способу использования этого инструмента лидерского Потому что лидеры бывают, нам бы сказали, авторитарные, демократические, либеральные И опять объясняли бы нам о содержании этих названий и ступенек классификационных От этого как-то наша с вами жизнь изменится? Никак Поэтому про это не будем А можно вообще коротко про лидер? Кто такой лидер? Ну, знаете, можно сказать, не особо задумываясь, лидер это человек с активной жизненной позицией Это будет опять абсолютно ничкемная фраза Но она может быть чрезвычайно значимой, если мы обратим внимание на ключевое слово А ключевое слово в этой фразе, знаете, какое? Жизненное Вот все обстоятельства и симбиоты твоего нахождения в том или ином месте, каким бы оно ни было Это все, что ты втянул в свою жизнь Если ты смог это организовать, и тебя это устраивает, и ты понимаешь, как это происходит, значит ты лидер И теперь самое главное в разговоре о лидере Может ли быть лидер вне коллектива? Считается, что нет Я так не считаю Потому что если ты не стал лидером для себя Если ты не стал хозяином и повелителем своих чувств, желаний, своей судьбы Вряд ли ты сможешь быть убедительным, привлекательным, полезным и эффективным для других людей Вы настоящие лидеры Благодарю вас за это Желаю вам счастья, любви и радости Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...